А-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Я на торцу выше, а ты на торцу ниже. Будет красиво звучать, как в грузинских хорах. Помнишь? Андрюша, а ты себе уявляешь, как бы мы весь эфир провели вот так вот кричучи одне на одного? Андрюша! Снежана в горах! Провит! Витаю тебе! И эхо постудивает такое Снежана, Анна, Анна. Секавая информация. Тия, тия, тия. Вот птички с утра пораньше в гнездах. А у меня прекрасный голос, Андрюша. У тебя замечательный голос. Если бы ты жив со мной. Попробуй теперь. Если бы ты со мной не просто противовах, а ты бы жив со мной. Да, я бы оглох. Я бы оглох просто-напросто. Слушай, а, дорогие, кажется, много человек не могут выдержать женского выращения. Я не умею выращать. Слезно. Ты умеешь выращать? Я нет. Одно, например. Попробуй еще выше. Чтобы было как у летучих мышей. Ольтразвук. Давай. Я громче, да? А ты знаешь, кстати, что вот если с утра пораньше, это правило китайской медицины, если с утра пораньше взять очень высокую ноту и потянуть ее максимально возможное количество времени, то общий эмоциональный настрой организма, он улучшается заметно, да. Вот почему птицы с утра пораньше в своих гнездах, они начинают петь, распиваться все громче и громче. Птицы с своих гнездах. Они, между прочим, заявляют, во-первых, свои права на жизнь, на свою территорию, а во-вторых, пытаются тем самым все птичьи настроения улучшить, представляете? Птичьи с психическим настроением. Ну, давай, давай еще раз громко крикнем «Доброе утро». Насправді, вы не думаете, что мы просто божевільні? Мы намагаемся вас развеселити, и, возможно, нам это вдается. Правило есть такое. Нужно кричать утра пораньше для того, чтобы проснуться. Самый простой и дешевый способ. Ну, мы зараз поклычем. Репортер. Репортер! Репортер!